Вы абсолютно все правильно пишете, что надо съедать норму белка, норму углеводов, много овощей, то есть нам нужно около 400 грамм зелени съедать каждый день. 400 грамм. То есть зелени – это листья салата, это шпинат, это зеленый огурец, это лимон. Я с вами абсолютно согласна. Я когда жила в Каире, где-то, наверное, лет 8-2 назад я там поехала по делам и жила у одной арабки. Снимала у нее комнату. Она английского не знала, поэтому разговаривала вот на таких вот. И однажды у меня начал с ангиной сильная температура. Я захожу на кухню, она по моему внешнему виду поняла, что я очень-очень больна. И она мне говорит «Сейчас». Я так на нее посмотрела, думаю, что она имела в виду, и пошла в свою комнату. Через какое-то время она прибегает с этой чаши блендера, с огромной, и говорит «Пей». Я на нее так посмотрела, что-то зеленое. Говорю «Вот здесь». Она не понимает английского. Опять мне прям вот пихает «Давай пей», говорю. Но я из уважения такой стакан она принесла, налила грамм 300, выпила. Выпила, поняла, что там есть что-то типа лимона, поняла, что что-то есть типа зелени. Вот. И она мне опять говорит «Пей, еще один стакан». Я говорю «Так уже все, вот уже вот под завязочку». Она сказала «Пей», я сказала. И вот она стоит, мне тычет еще один стакан, пока я не выпила всю эту, весь этот блендер. Там, по-моему, то ли литр, то ли полтора было. Такая отвалилась. Лежу, мне плохо. Еще вот этот вот, знаете, как желудок переваривает. То, что я только что съела. Часа через три-четыре я заснула сразу же. Часа через три-четыре она прибегает снова с такой же чашкой блендера и опять не пихает «Пей». И вот не уходит, пока я не выпью. Пришлось выпить. И я опять заснула. Утром я проснулась, как огурчик. Вот как огурчик. Я дождалась, когда придет ее сын. А сын там по субботам и воскресеньям приходил, он знал английский. И я у этой женщины спрашивала «Что это? Покажите». Она мне там какую-то зелень пихала. Вот это что-то зеленое. Ну, типа шпината, но это не шпинат. Вот. И я дождалась, когда придет сын, чтобы хоть как-то мы могли пообщаться с ним на английском. И говорю «Вот мама». А он такой смеется и говорит «Та!». Говорит «Мама, она с этим лечила все мое детство у меня. Вот любое забавление – вот это. Говорит, ее этому рецепту научила ее мама. А ее мама научила ее мама. Поэтому, говорит, это наследственная. Говорит «И с ней бесполезно спорить, лучше выпейте». Я говорю «Так я это поняла, мне состав нужен». В итоге он спросил у мамы, и мама говорит ему «Значит, ну вот эту чашку блендера, по-моему, там все-таки полтора литра, два стакана воды, шесть или восемь лаймов именно, не лимонов, а именно лаймов. Потом вот это их местные зелени. Вот я поняла, что это типа то ли базилика, ну вот что-то типа такого. Огромный-огромный вот такой пучок петрушки, укропа. Там, в общем, восемь или девять пучков всякой зелени. Вот это все она взбила, да, и вот это все я выпивала. Как я поняла, там большое количество витамина С за счет лайма, большое количество витамина вот этого группы В, группы, там вот этих всех-всех-всех-всех-всех. Вот поэтому, по сути, я получила вот это питание для клеток, и мое тело на следующий день, я сама была в шоке. Обычно, если у меня начиналась, у меня хроническая ангина с детства была, если у меня начиналась ангина, это минимум в день на десять. То есть там я яблочным уксом обычно полоскаю, там какими-то физросфорами, там какие-то лекарства. А это я вот практически за полдня выздоровела. И, конечно, когда я вернулась в Украину, то, конечно же, эти зеленые фреши мы стали делать каждое утро. Я вот вставала, делала, брала там, шла на базар, там пучок шпината, пучок петрушки, пучок укропа, ну то есть все зеленое. Потом я прочитала в гугле, что нужно вот такой зеленый фреш делать вот из восьми ингредиентов зеленого. Лайм, огурец, яблоко зеленое, шпинат, там листья салата, в общем, такое вот все. И мы где-то, наверное, год пили вот такой вот фреш всей семьей. Ну, каждому полстаканчика доставалось. То есть мы уже не пили здесь такими огромными объемами, потому что сын ее мне объяснил, что вот такие объемы нужны именно, когда организм ослабевает. Вот. И это, знаете, как витаминная, условно говоря, бомба. Вот. И чуть позже я начала добавлять туда и яблочный уксус, буквально ложку, и ложку оливкового масла. Для того, чтобы все это там хорошо. И я действительно, я, наверное, года полтора, два, наверное, три вот каждый день, зимой и летом, одним цветом, потому что начала еще больше изучать нутрициологию, там, как это влияет, что это влияет, и таким образом, чтобы организм дополучал зелень. Но все хорошо. Но что делать, например, зимой? У нас зима начинается где-то уже с октября. Это все становится очень дорого. И плюс еще это выращивается в теплицах. А раз в теплицах, там очень много различных подкормок. И, соответственно, я все время себе задавала вопрос, а зимой-то что делать? Вот где-то с ноября, вот декабря, январь, февраль, март, там, апреля уже мы ходили в лес, там, крапиву собирали, там, листья дуванчиков собирали, там уже проращивали проращивали пророщенные зерна, там, нутца, там, свеклы. И все это тоже делали в виде... Вот этот вопрос меня долгие времени не оставлял в покое. А зимой-то что делать? Поэтому, когда я нашла вот это вот клеточное питание, которое тебе не надо вот эти блендеры, у меня блендер за месяц стал такого ужасного вида. Ко мне, когда знакомый приходит, говорит, что ты с ним делала? Почему? Потому что он такого черного цвета, потому что он постоянно зелень перерабатывает. Но суть даже не в этом. Суть в том, что надо встать, надо все это помыть, надо это все перебрать, надо это все в чашу блендера бросить, надо его включить, надо каждому разлить, каждому дать. Это все время. И не всегда ты успеваешь, потому что тебе надо вот это, вот это, вот это сделать. И тогда ты начинаешь уже не каждый день делать, а через день. А клетки-то кушать все равно надо. Берешь, делаешь, например, даже на обед огромную чашку салата. Огромную. У нас семья большая, поэтому 5 человек. И вот представьте, какая огромная миска, если каждому по 400 грамм вот такого салата. Это, считайте, 2 килограмма салата надо сделать, чтобы каждому вот это все наложить. Поэтому, когда появилась у меня вот эта зеленая капсула, в которой есть все это, и тебе не надо блендерить. Боже, это такое спасение, каждому по капсуле выдал. Тынь-тынь-тынь-тынь, все выпили, да, и пошли каждый заниматься своим делом. То есть ты напитал свою клетку, ты уже понимаешь, что все, вот здесь уже там все, все напитано, пропитано, все вот там вот запитано. И ты пошел дальше жить и работать. Поэтому я с вами полностью согласна. Действительно надо съедать норму и белка в том числе. Кроме того, что зеленые овощи, нам нужен углевод. Потому что многие женщины, которые хотят походить, они избавляются от жирной пищи. А нам как раз нужен, нам сало нужно, нам свинина нужна. Вот я сейчас в Тойланде рыбу жирную, я прямо покупаю, иду жирные сорта рыбы, потому что нам это все необходимо нашему организму. Это все надо, чем питать наше тело. И сладкого не хочется. Когда сладкого не хочется? Когда у тебя норма хрома в организме. Поэтому эта норма хрома как раз вот в этой зеленой таблетке, там тоже есть то, что восстанавливает все процессы. Сейчас я прикреплю еще одну историю одной женщины. Чему я говорю? Что если у тебя организм нормально функционирует, он здоровый, то, о чем вы говорите, нормально. Но если у тебя уже организм дал сбой, и у тебя есть болезни, то необходимо еще добавлять другие ингредиенты. Например, в Элеве есть радиола розовая. Это очень известный, там гриб чага и так далее. То есть там очень много. А в детском, например, там сублимированные овощи. Там и шпината, и брокколи. Потому что дети, как правило, их не заставишь эти 400 грамм, но для детей нужно 250, ты не заставишь эти 250 грамм брокколи съесть. Или шпината съесть. Просто не заставишь. Поэтому сейчас наука движется вперед. Выпил эту капсулу и пошел заниматься. Дал ребенку этот коктейльчик. Он выпил, и ты знаешь, что твой ребенок напитан по полной программе. Что я хочу сказать. Два года назад мне поставили диагноз. Ракшетти Макки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Маккин Корректор А.Егорова